Меня зовут Ольга Палашевец. Больше 20 лет я занимаюсь бизнесом, достаточно успешно. Ну и на сегодняшний день я являюсь руководителем инновационного проекта в Республике Беларусь, Центр креативных решений «Невидимый мир». 18 лет я являюсь человеком тотально незряющим, и тем не менее за последние 18 лет, наверное, это был самый большой виток и самый большой прогресс вообще в реализации собственных идей, собственных планов, собственных возможностей, которые можно было только воплотить в жизнь. На сегодняшний день в Центре 18 программ, и я безмерно горжусь нашей командой, потому что сегодня это самый большой ассортимент вообще предлагаемых программ в темноте. В 2019 году мы вместе с Ольгой были в поездке в Германию и видели там похожий центр. И после этого Ольга с этой яркой идеей предложила открыть такой центр в Минске. Сейчас поэтому он существует. Благодаря ее энтузиазму и твердой убежденности, что это обязательно должно быть у нас. Она очень такой оптимист по жизни. Ну да, это точно. Что все в лучшую сторону разрешится, разрешится так, как оно надо в тот момент, тогда, когда это надо, совершенно не опускает руки. Достаточно долгий период времени собиралась команда. Происходил этот подбор специалистов, потому что были очень определенные жесткие критерии отбора. Это в обязательном порядке педагогическое или психологическое образование. Ну и человек действительно должен был быть с глубокими нарушениями зрения, потому что понятно, что зрячему человеку работать в темноте, это фактически невозможно. Роль подбора персонала на себя больше взяла Светлана, поскольку она является, помимо того, что она координатор Центра креативных решений «Невидимый мир», она еще председатель Минской областной организации инвалидов по зрению. Поскольку у меня в основной работе есть возможность общаться с незрячими, слабовидящими людьми, я знаю возможности, имею информацию, у кого какое образование, стала подбирать команду. То есть мое такое вот место в этом проекте изначально было, чтобы я подобрала команду ребят. Очень длительный период времени ребята работали просто на волонтерской основе, потому что ну понятно, что нам нечего было просто платить. Я безумно благодарна всей той команде, которая собралась. На сегодняшний день это 10 человек персонала с нарушениями зрения, и получается два человека у нас зрячих. Нашла просто на просторах интернета. Мне посчастливилось, что меня пригласили сюда на собеседование. Было достаточно волнительно, потому что люди с ограниченными возможностями сталкиваются с тем, что, как правило, перед ними закрывают дверь. Здесь такого, конечно, не произошло. Я в первую очередь поборола свой страх не видеть вообще в жизни. Оказывается, что это не так страшно, что можно жить полноценной жизнью, можно работать, у тебя может быть много-много увлечений, работа, путешествия, все, что тебе только захочется. В общем-то не было у нас ни банков, ни фондов. Это как-то, ну, не знаю, может быть, наша вина, может быть, мы не так задорно и правильно рассказывали, хотя я в этом очень сомневаюсь, но все-таки, наверное, сыграла роль вот та турбулентная ситуация, которая была в начале 2020 года. В финансовой поддержке в реализации проекта не было никакой. Это все было сделано за собственное средство, абсолютно. У нас сейчас действует немецкая программа правительства Германии. Мы сотрудничаем с ними. Это поддержка уязвимых категорий людей с инвалидностью по зрению в период ковид. Мы проводим там большой блок онлайн-мероприятий для незрячих наших ребят. Шесть циклов по пять вебинаров на разные тематики. Это и психология, это и кулинария готовим вслепую, это и информационные технологии для незрячих. То есть это все подобраны эксперты, специалисты, которые помогают в той или иной сфере для незрячих людей. У нас на сегодняшний день семь музыкальных концертных программ в полной темноте, где это живая музыка, и наши музыканты играют, естественно, тоже в полной темноте. Это есть незрячие музыканты, есть зрячие музыканты, которые пришли, приняли этот вызов играть в темноте, потому что для музыканта это тоже очень сложная история. Больше часа сыграть концертную программу, не видя инструмента, не видя клавиш, не видя зрительного зала, и устанавливая контакт со зрителями только благодаря вот той энергетике, которая рождается без визуального контакта, это тоже достаточно сложно. Помимо этого, это большой блок тренингов. Это взрослые детские тренинги «Мир на ощупь». Это что-то среднее между квестом и интеллектуальным тренингом, потому что наполнение в них для взрослых серьезное с точки зрения и умения коммуницировать, умения слышать и слушать, и опять же раскрытие внутреннего ресурса. Для детей она немножко облегченная, это более такой игровой формат. Очень востребованный формат свиданий в темноте. Это такой романтический квест для пары. Более часа идет программа, и на сегодняшний день это, наверное, самый востребованный формат. Сейчас у вас на столе появится корзинка, а в ней пять баночек с различными ароматами. Ваша задача будет разгадать эти ароматы. Из баночек ничего не высыпается, не выливается, никаких специфических ароматов там нет. Очень прикольно. И вот именно почувствовать по-другому, когда ты не видишь, что-то нюхать, что-то пробовать, собирать активно. Ну, это интересно, прикольно. Темнота – это то, что здесь будет постоянно, поэтому придется напрягать что-либо другое, чтобы понять, что вообще происходит. И да, пропадает вот это вот непонимание, скорее приходит осознание того, что данная ситуация такая, какая она есть, поэтому надо в ней жить, ориентироваться и что-то делать. Ну и есть, естественно, достаточно большой социальный блок наших тренингов. Это «Этика взаимодействия с незрячими людьми». Это блок, посвященный представителям разных сфер обслуживания. Это прошло на сегодняшний день у нас огромное количество людей через эти мероприятия. Это и соцработники, представители сферы культуры, представители сферы образования, туризма, где мы людей, именно на собственность, прожив вот эту историю, оказавшись в темноте, учим элементарным вещам, как взаимодействовать с незрячим человеком. Ну и буквально в ближайшее время мы запустим блок серьезных корпоративных тренингов. Это уже совсем другая история. Это действительно такие тренинги для крупных корпораций, где тематика тренинга будет посвящена командообразованию, эффективным коммуникациям, развитию лидерского потенциала, выявлению слепых пятен в команде. То есть это такой очень широкий тоже блок. Он будет формироваться и под запрос корпорации, и с обратной связью для того, чтобы провести анализ после мероприятия, выявлению каких-то позитивных или негативных моментов. То, что происходит на коммерческой основе, любые наши мероприятия, они все равно носят очень серьезную воспитательную миссию, потому что пришла пара на свидание, они окунулись в эту атмосферу темноты, они повзаимодействовали, и у них тут же всплывают вопросы, которые, наверное, на подсознании где-то всплывают, что да, хорошо, а как же незрячие люди? Они ведь проживают фактически постоянно в таком состоянии. И мы начинаем потихонечку рассказывать, что да, и как раз-таки в данный момент с вами и работают незрячие тренера, потому что все, кто работают у нас в темноте, это люди с глубокими нарушениями зрения. Точно не деньги. Это неотъемлемая часть, да, но точно не они, и это никогда не являлось двигателем для создания чего-то нового, да, то есть это никогда не был материальный критерий. Самое главное, наверное, это полезность, продуктивность, эффективность, ну и дальше уже масштабирование, монетизация. Монетизация, конечно, она в любом случае неотъемлемая часть, и как бы мы ни говорили там про социальный эффект, если мы не можем зарабатывать деньги, то о каком социальном эффекте можно вести речь? Если есть внутренняя уверенность в том, что ты хочешь, если есть четкая цель, если есть понимание того, что тебе это реализовать важно и нужно, вот тогда все остальное, это является просто какими-то очередными ступеньками на пути к этой цели. Вера в себя, обязательно доверие к людям, которые готовы тебя поддержать, и умение коммуницировать с ними в одном ключе, чтобы это была действительно команда, как кулак. Ну и понятно, что тут уже должна быть бесконечное понимание того, что практически не будет свободного времени, практически, особенно на старте, на первом этапе, практически не будет возможности расслабиться или опустить руки, это вообще недопустимые моменты, практически не будет какого-то момента пессимизма или недоверия к происходящему, то есть здесь нужно просто собрать волю в кулак и двигаться к поставленной цели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова